Всем привет, мои куколки, красотки и красавицы! Меня зовут Алена, я очень рада видеть вас на своем канале. В сегодняшнем видео будут очередные покупки из магазина FixPrice за июнь месяц. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Я зашла за пятном у водителями. Получилось так, что я вынесла целый пакет всякой-всячиной. Давайте начнем с еды. Первое, что я вам покажу, это вот такие вот макароны. Макфа, полезный и доступный, станичный. Макфа исключительно из твердых сортов пшеницы, источник белка и правильное питание. Вот такие вот макароны. На самом деле я их пробовала. Тут у нас объем 1 кг. По цене я вам скажу сейчас, сколько они стоили. Макароны эти стоили 55 рублей. Мы уже их пробовали, точнее я их уже попробовала. Мне они очень понравились. Они средние по своей плотности и действительно чем-то напоминают какие-то, знаете, ржаные макароны. В общем, из твердых сортов действительно, но вкусные на самом деле. Но больше всего мне все-таки нравится барилла, нежели мак. Следующее из еды, что я купила, это к макаронам. Это вот такой вот хайнс томатный кетчуп. 450 грамм, 350 грамм плюс 100 грамм в подарок. Вот такой вот кетчуп. И стоил он, кетчуп томатный, этот стоил по 55 рублей. Вот такой вот. На самом деле он очень вкусный. Не сильно приторная вот эта вот добавка. Иногда бывает, знаете, кетчуп сильно с уксусом и не очень вкусный. Вот этот вот вполне себе ничегошный такой себе кетчуп, так скажем. Дальше, что я взяла себе это на работу, вот такой вот русский сахар. Тут у нас объем, сейчас скажу сколько, 250 грамм. И это кусковой обычный сахар. И стоимость его 16,60 стоил такой вот сахар. Ну, в принципе, нормальный я брала в обычных магазинах. Я не думаю, что в фикс-прайсе будет какая-то подделка. Продукт, с которым я хочу вас познакомить, это вот такой вот геркулес. Стоил он 25 рублей. Алтайская сказка, овсяные хлопья, 500 грамм. Рекомендовано для диетических, как диетический продукт, варить 7-10 минут. Вот такой вот геркулесик. На самом деле я его брала чисто ради эксперимента. Думаю, попробуй, посмотрю. Внутри он выглядит вот так вот. Тут ни салопана, ничего нету. И вот такие вот крупные хлопья. Я уже варила с ним кашу. Пыталась сначала запарить, схитрить. Но нет, с запаркой этот финт не прокатывает. Точнее, с запариванием данной каши этот финт не прокатывает. Ее нужно действительно варить. Варится она в течение 7-10 минут, как и указывает нам производитель. И каша получается очень вкусная и полезная. Поэтому присмотритесь, если вы любите овсянку, геркулес. В общем, очень-очень вкусная советую. Это вот такие вот печенье с карамелью. Печенье сдобное, бисквитное печенье. Карамель 350 грамм. Вот такое вот. Как видите, оно все раздербанено. Дело в том, что мы любим на самом деле печенье. Любим сладкое. Вообще любим пожрать. Поэтому иной раз вот такие вкусняшки покупать не стоит. Вот так вот оно выглядит внутри. Это обычное песочное печенье. Оно все было очень-очень свежее. И мне на самом деле показалось, оно сильно сладкое. Я такое не очень люблю есть. Но, тем не менее, для сладкоежек присмотритесь. Очень-очень классный продукт. И у него и со сроком годности все отлично. 24.05.18. Все хорошечненько. По составу он, ешки, конечно же, присутствуют. И тут очень-очень обширный состав. Конечно, вставляет желать лучшего. Все, мне кажется, будет самое то. Печенье сдобное стоило 50 рублей. И последнюю продуктовую покупку, которую я вам покажу, тоже на работу, очень удобно. Якобс Монарх. Вот такое вот. 8 плюс 2. Цена товара 55 рублей. Это индивидуальные такие упаковочки с кофе. На самом деле, от Нес Кафе я уже начала потихонечку отходить. Больше всего мне нравится сейчас именно кофе от Якобс. Дело в том, что оно и крепче, и концентрированнее, и как-то, вы знаете, бодрит, что ли, получше, нежели Нес Кафе. В общем, взяла вот такую вот штучку. Мне кажется, должно быть, в принципе, неплохое. Если учесть, что это растворимое кофе. 55 рублей 10 штучек. Очень даже выгодно. Дальше покажу вам все те покупки. Мыльно-рыльные. И есть даже тут пару новинок. В общем, первая новинка. Это вот такой вот Санитол. 50, 50, 500 миллилитров для кухни. Удаляет нагар и стойкие загрязнения. Вот такой вот спрей. Сейчас. А вы слышите, как птицы поют? Кайфово. Я поэтому окно не закрываю. Мне кажется, знаете, такое некое музыкальное сопровождение. Возвращаемся к спрею. Это новинка. Санитол. Вот этот вот. Что-то от данного производителя, но не помню, что именно это было. Универсальное средство для очистки кухни предназначено для мытья очищения от жира, нагара и других трудновыводимых загрязнений. С поверхности электро и газовых плит духовок, грилей, сковородок, сантехники, что немаловажно. Изделия из пластика, керамики, стекла, пластмасса, металла. Я хочу его, этот спрей, попробовать еще в ванной комнате. Мне интересно, как он будет справляться с кранами. Так что вот интересно, потестирую ее. Стоимость этой штучки у нас составила 55 рублей. Я взяла для машины вот такую вот штучку. Это у нас, как правильно называется, цена товара 77 рублей. Щетка автомобильная для мойки колес. Вот так вот она выглядит. Она очень такая, знаете, средней жесткости. И она идеально будет прочищать титановые диски. Дело в том, что мы недавно поставили именно титановые диски. И иногда я хитрю. На самом деле вот летом, ранней осенью, весной поздней я хитрю и не ездию на мойку. Я беру ведерочко. У меня бабушка живет на первом этаже. Раз вышла с этим ведерочком, помыла машину и все хорошечненько. Я постоянно тряпкой лазила вот в эти вот диски и промывала. А теперь у меня будет вот такая вот щеточка. Мне интересно, будет ли она царапать вот это вот все дело. Или же нормально будет справляться. Но если же она не пригодится, я отдам отцу. Может быть, ему как бы подойдет она. Но мне кажется, действительно, такая удобная вещь, если вы моете свой автомобиль. Тут даже маленький рисунок есть, как пользоваться данной штучкой. Интересная. Очень много новинок для автомобилистов, для автомобилей в экспрессе. Поэтому заходите, смотрите. Там также есть, это та тема, переобувание колес с зимних на летних, с летних на зимние. В общем, там есть специальный пакет. Очень-очень классный именно для хранения резины. Очень классный. Действительно, они супер. Еще у меня пару бытовых покупок. Мой любимый пюр отбеливатель пятновыводитель. Кислородный отбеливатель с активным кислородом white. Ложка внутри. Вот такой вот отбеливатель. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я никому его не навязываю. Но я его очень-очень сильно люблю. Цена товара его 55 рублей. Меня он очень устраивает. Многие девчонки спрашивают у меня, как я им пользуюсь. Я уже отвечала в комментариях, но сейчас так вкратце расскажу. Я в такую, знаете, даже горячую воду, ну так, чтобы удобно было, комфортно, точнее, рукам, запускаю белье вместе с этим отбеливателем. Точнее, сначала я в чистую воду добавляю отбеливатель, порошок для ручной стирки. Добавляю уже непосредственно саму ткань, которую я хочу отстирать. Я вот так вот ее жамкаю, даю где-то час времени полежать. И моя ткань перекочевывает в машинку. Я также добавляю туда ложечку отбеливателя, ложечку стирального порошка для машинки. В общем, запускаю наручную стирку, а затем два раза переполаскиваю с кондиционером, точнее, без кондиционера и с кондиционером. Вот такой вот у меня метод стирки. Мне очень-очень нравится. Я обожаю летние, в летний период времени, да и вообще обожаю с кроссовками носить только белые носки. Поэтому для меня этот отбеливатель просто находка, must-have. Я его очень сильно люблю. Многие мне нравятся, я никому не навязываю, но мне очень-очень нравится. Повторяю, уже раз, наверное, в 50-е-то кто? Еще одна покупка, которую я повторяю также с регулярностью, это вот такие меламиновые губки. На самом деле, я знаю, что можно заказать на Алиэкспрессе, еще на каких-то китайских сайтах. Я много раз говорила, что мне не хочется заморачиваться. Меламиновые губки, две универсальны для любых поверхностей, инновационная чистка без использования химических средств. Мне нравится. Без каких-либо трений, без каких-либо усилий отмывает хорошо и ванну, и кафель. Классные, на самом деле, советую. В фикс-прайсе они стоят, сейчас вам скажу, губка ластик у нас стоит 50 рублей. В общем, присмотритесь, если вы еще не пробуете. Дальше пойдет тема бьюти. Покажу вам свой несравненный фаворит, который в фикс-прайсе, на котором в фикс-прайсе самая выгодная цена. Это Лепетит Марселье. У нас идет мятный восторг, гель для душа, экстра мягкий. Вот такой вот. Девчонки, если вы еще не пробовали этот гель для душа, просто зайдите в любой магазин, даже можете зайти в фикс-прайс и понюхайте его. Это какой-то кайф для носа, серьезно. Он пахнет стопроцентно натуральной отдушкой мятой. Вот прям обожаю его на летний период времени с утречка до в душик. Прям такой кайф, заряд энергии, очень-очень классный гель для душа из всех лепетишек. Вот больше всего мне нравится именно с мятой. Стоит он 77 рублей, как я и говорила ранее. Это на самом деле очень-очень выгодная цена именно на данный продукт. По многочисленным, так скажем, рекомендациям решила я все-таки еще раз попробовать. Вот это вот густое масло для волос от Фитокосметикс. Максимальный эффект за 3 минуты. Восстановление защиты с эффектом кератинового выпрямления с ромашкой и соком алоэ вера. Вот такой вот продуктик. Это обычно такой вот ведерочко от Фитокосметикс. Там есть и скрабы. Если не пробовали скраб виноградно-сахарный или виноградно-клюквенный, обязательно попробуйте. Это такое вот наслаждение действительно им пользоваться. Также там есть глина для лица. Но сейчас я ее не беру, потому что у меня очень много очищающих масок. Тоже неплохая. Особенно мне нравится черная и голубая. Белая на мне никак не работает. И тут я решила взять вот это вот ведерочко с маслом. Раньше я пользовалась до мытья такой вот штучкой. Мне не понравилось. Сейчас я хочу попробовать как маску для волос. И обязательно вам расскажу о ее эффекте. Либо может быть в пустых баночках или еще где-нибудь. Очень интересный продукт. Интересно его попробовать поюзать, так скажем. Ну, посмотрим, как он будет себя проявлять. Стоимость его... Сейчас скажу. Масло для волос у нас 155 рублей. И последнюю новинку, которую я ухватила, на самом деле я не поняла немножечко этот продукт. Поэтому взяла не глядя. И это, в принципе, в основном моя ошибка. Это у нас тоже от FITO COSMETICS. Новинка. Цвет темный каштан. Стойкая натуральная крем хна. Вот такой вот упаковки. 55 рублей. Эффект биолуминирования. Я посмотрела, что это крем просто хна, типа что-то маски, думала. Эффект биолуминирования. Не посмотрела на эту этикетку. Ну, такая глупая женщина. Написано, укрепляет ослабленные волосы с маслами органы ЖЖБА. Восстановили блеск. Ну, и так далее, и тому подобное. На самом деле, мне очень интересно его попробовать. Но я не знаю, нужен он мне, не нужен, не испорчу ли я волосы. Вообще, не знаю. Закрашивание седины. Тут сзади есть упаковка. На упаковке картинка, что у вас есть, так скажем, на голове. Что у вас будет. Какой исходит. Но мне кажется, эта краска придает красно-рыжий оттенок волосам. Не знаю, если вы не любите такие оттенки, то не надо ее брать. Я, по крайней мере, видела только темный каштан. Вот одинаковые упаковки висели. Больше ничего. Не светлых, никаких оттенков там не было. Что представляет собой внутреннее содержание данной штуки? Тут у нас вот такая вот инструкция. А, девчонки, есть. Тут, оказывается, разные оттенки. Есть оттенок черный, есть рыжий, мока, шоколад. В общем, вот такая вот палитра всяких разных оттенков. Не знаю, не знаю. Прям, знаете, что и колется, и мамка не велит. Вот что-то вот такое. Вот испытываю. Ну, не знаю, попробую. Вот такой вот тут пакетик. 50 миллилитров. Равномерно нанесите крем хну по всей длине сухих волос. Оставьте на волосах 40 минут для получения более насыщенного цвета на 50 минут. Так, при наличии седины время выдержки должно быть не менее 60 минут. То есть, как бы безопасность. Вот, посмотрим. Не знаю. Попробую, не попробую. Если попробую, обязательно вам расскажу в пустых баночках. Ну, вот и все, девчонки. Это был весь мой коротенький выпуск с покупками из магазина Fixed Price. Я надеюсь, вам мой видеоролик был интересен и полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Всех люблю, целую, всем пока. Вам было ино.